Рижский марафон Рижский марафон Рижский марафон Рижский марафон Рижский марафон 17 мая 16 мая мы ожидаем очень много участников то есть детей будет но сейчас по этим данным где-то 5-6 тысяч детей будет а то что если 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 считать тоже и родители и не знаю бабушек и родственников тогда наверно нам могут даже больше да но но конечно 17 мая тогда где главные старт тогда мы ожидаем около 25 тысяч в общем счету бегунов из 6 и 65 стран да но это несложно вот организовать всю эту массу народа все-таки 20 с чем-то тысяч человек это очень много мне кажется нет или все-таки вы нашли пути как это все организовать так чтобы никто никому не мешал я думаю нам еще расти и расти если посмотреть то есть в нью-йорке там бегает 40 50 тысяч так что я думаю и то есть набережная довольно таки большое место где разместить все это так что нет и до сих пор проблем не было да кстати еще накануне взрослого забега 16 мая в старой риге состоится парад нации с участием бегунов из разных стран во сколько и где он начнется это такая новая традиция мы решили просто показать что я думаю многие не знают что в риге бегуны из 65 стран будет до воскресенье так что это над за парад нации начнется у памятник свободы и потом будет как будто символический последний километр до то есть марафона и не идут тогда этот весь парад идет уже на набережной а во сколько начинается в пять часов и регистрации уже идет так что любой который хочет представить латвию не знаю любую другую страну конечно может регистрироваться и перейти но как это будет происходить они будут эти с флагами с флагами то есть мы приготовились стран для всех 65 стран так что ли то есть так что любая страна которая придет до всем настоящий момент сколько подано заявок именно на участие в параде параде сейчас участники уже 30 стран так что это будет зрелище довольно таки интересно да много много разных японцы уже приехали из эфиопии переехали да конечно эстонцы литовцы из германии и швеции из ну то есть всех наших соседов тоже уже при мне интересует спортивно скажем группа это все-таки африканские бегуны прежде всего те же японцы сколько вообще будет чек участвовать в этой группе которая будет бежать на результат конкретно ну да это самая элитная группа если это можно сказать то там будет где-то 30 человек которые из латвии там будут да конечно то есть думаю очень интересная вещь будет смотреть как бегает валерий жолнырович да это наш да и он будет стараться то есть улучшить рекорд латвии да то есть в этом году потому что он это его самого же рекорда то есть то есть будем будем за него болеть и конечно елена прокопчук тоже будет бегать полу марафон и тоже ожидаем интересное интересное за это что лучше бегуны латвии тоже выйдут на старт это 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 святое дело им надо бегать в риге а вы могли бы озвучить этот рекорд латвии который мы будем улучшать а да то есть это два минуты 13 два часа два часа 14 минут 33 секунды да то есть всем надо болеть чтобы этот рекорд упал да а вообще в этом году вот дистанция этого марафона она изменена по сравнению с прошлом или она остается прежней идентично то есть то что самое интересное что вот тоже часть трассы проходит тоже по улице брии басда конечно мавантовый мост тоже кипсела до красс стояла тоже да и конечно набережная ну сами не кажется интересное место риги потому что особенно я думаю улица брии без такая место где всем очень интересно бегать потому что нормально это не может просто попередно там хорошая прямая все-таки улица у нас длинная самое главное очень будет удобно бежать А что изображено на медалях, которые получат победители в этом году? Да, это очень интересный вопрос, потому что у нас 25 лет становится юбилейный марафон. И на медали будет изображена карта Риги, в принципе, из воздуха. То есть художник старался, надеюсь, что Бигу нам понравится. Ну, скажем, еще такой вопрос, который наверняка интересует не только любителей спорта, но и всех жителей Риги. Наверняка будут какие-то неудобства для перемещения по центру города во время марафона. Как вы с этим справитесь? То есть то, что надо иметь в виду, что вот набережная на 16 мая будет закрыта, но все остальное Рига открыто. Но 17 мая тогда мы заключаем трассу час до забега. То есть в 7.30, то есть сейчас трассы, которые включают Вантовый мост, Кипс, конечно, набережная, и, конечно, улица Бриевес, да, то есть будет закрыто. Но потом, начиная уже с трех часов, это все будет открыто уже, да. То есть с трех часов дня уже можно было бы свободно перемещаться? Да, и из опыта мы знаем, что это воскресенье, утром люди особенно никуда не езжут. А 16 мая набережная будет закрыта весь день? Весь день, да. 16 мая, да. То есть это нужно считаться? Да, это нужно. Если кто-то только сегодня узнал, ну мало ли, мало ли кто-то узнал сегодня о том, что будет такой Рижский марафон, еще есть возможность подать заявку на участие в нем? Да, конечно. На заявку можно подать еще сегодня, еще завтра. Но я бы посоветовал, если кто-то захочет еще это делать сегодня, потому что завтра и послезавтра, это уже самые последние дня, там просто цена уже будет намного повыше. Кстати, не раз говорят о том, когда вот упоминается Рижский марафон, что все-таки хотелось бы, чтобы он мотивировал людей вести здоровый образ жизни. Да. 25 лет, ну можно уже подвести какие-то итоги. Мотивирует или все-таки для многих это такая одноразовая акция? Прийти поучаствовать, ну и достаточно. Я думаю, что очень хороший индикатор, что мотивирует, это то, что в самом первом году, когда мы начали, это был 2007 год, тогда у нас участвовало тысячи людей, да, сейчас уже это более 25 тысяч. И то, что интересно, что люди, которые попробовали и бегали, не знаю, 5-километровой дистанции в самом первом году, сейчас все перемещаются на 10, там, на полумарафон и на марафон. И то, что самое интересное, что они тогда уже бегают не только в марафоне, потом целое лето продолжают бегать, потому что в Латвии уже забегов довольно-таки много, и многие даже становятся как туристами марафонскими. На самом деле это очень популярная вещь, туристы-марафонцы. Кстати, я бы хотел такой вопрос, все-таки Рижский марафон уже 25 лет, но вы позиционируете себя как марафон высшего уровня. Понятно, что пока что до Нью-Йоркского, там, Бостонского, Лондонского далеко, но, тем не менее, вы стремитесь к этому, чтобы на Рижский марафон приезжали лучшие спортсмены? Да, это наша цель, это мы уже говорили откровенно, что мы очень-очень быть, то есть, например, хотя бы топ-50 марафонов мира. Это сложно достичь, на самом деле. Это, конечно, потому что, если сравнить, нам очень, ну, как будто труднее конкурировать, например, с Нью-Йорком. И мы это поняли, и потому что мы позиционируем Ригу как интересное место, где узнать тоже культуру Латвии, культуру Риги, когда ты бегаешь, например, по улице Брибес. И то, что у нас есть, например, этот знак качества международной ассоциации марафонов и альтетики, где входит только 50 марафонов по всему миру. Так что уже к какой-то степени мы уже достигли, но продолжаем над этим работать, я думаю, и, конечно, цель есть, чтобы впервые, чтобы в Риге, в Латвии каждый мог пробегать хотя бы километр, и другая, чтобы, конечно, мы попали в десятки лучших марафонов в Европе. Ну, такой еще маленький вопросик. Вы все-таки больше организатор или вы все-таки тоже марафонец и выступаете? Обе. То есть, а вы побежите или нет, вот сказать, семье? Ну, знаете, саму бегать и саму организировать это невозможно. Это как повар бы кушал бы в своем ресторане, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.